Итак, у нас по плану послание Галатам. Мы заложили некие основные моменты для понимания этого послания, когда мы разбирали легко и свободно полбиблии, да? Да? Меня спрашивали, слушайте, а когда же Галатам начнется? Вот теперь они начинаются. Итак, Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом, Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Мы объясняли о том, о чем здесь шла речь, и почему Павел, в общем-то, уточняет некоторые моменты своего призвания. Кто помнит? Товарищу Шейногу, не давайте возможности отвечать. Он может только задавать вопросы. Кто помнит? То есть, те требования, которые предъявлялись как бы к тому, кто должен был принять апостольский титул отпавшего Иуды, который мы читали в Деяниях в первой главе, апостол Павел не соответствовал этим требованиям. Отлично. И всем находящимся со мной братьям, церковям Галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовы, так скоро переходите к этому благовествию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что бы вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям не угождать стараюсь. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христов. Возвещаю вам, братья, что и вам, для которого я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Выслышали о моем прежнем образе жизни в его действии, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. И преуспевал в его действии более многих сверстников, вроде моего, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от отробы матери моей, призвавший благодатью свою, благоволил, откликал мне сына своего, дабы я благовествовал язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять превратился в Дамаск. Потом спустя три года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него дней пятнадцать, а другого же из апостола не видел никого, кроме Якова, брата Господня. А в том, что я пишу вам перед Богом не в губ. После сего отошел я в страны Сирии и Киликин, церквем Христовым, и людей лично я не был известен, а только слышал на них, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. И прославляли за меня Бога. Итак, это первая глава. О чем она говорит? Ну, смотрите, очень интересные вещи. Павел начинает. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека. Дальше Павел возвращается к мысли этой же в одиннадцатом стихе и говорит, возвещаем вам, брачи, что Евангелие, которое благовествовало, не есть человеческое. Он повторяет эту мысль? Угу. Ибо я принял его и научился не человеком, но через откровение Иисуса Христа. Дальше он говорит о том образе, который он, жизни он имел до своего обращения. И дальше он говорит, когда же Бог, избравший меня от отрубы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволел, открыт во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью крови. Он возвращается к какой мысли? К сверхъестественному откровению, которое он имел. Открыт во мне сына своего. Я благовествовал его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью крови и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возрастился в Дамаск. Он говорит интересные вещи. Говорит, ребята, были посланники, которые были посланы до меня. Но я не пошел проверять мое послание и встречать его с их посланиями. Это уже в третий раз в течение одной главы Павел утверждает одну и ту же мысль, что то послание, которое у него есть, оно сверхъестественное, которое он принял непосредственно от Бога. И он говорит, мне не было нужды советоваться, советоваться ни с кем из предшествующих посланников, апостолов, проверять мое откровение. Ну, мне нету нужды. Почему? Потому что я имел такое откровение, которое у него лично перечеркиваю все сомнения. И он защищает как бы свое апостольство, свое посланничество. Но он защищает не себя лично, а он делает акцент на послании, которое он имеет. Понятно, да? Иногда люди говорят, да вы не знаете, кто я такой, да вы не знаете, кто меня послал, да я такой вот, ну, вообще, мужик настоящий. Он говорит, послушайте, мой образ жизни был такой, что лучше о нем не вспоминать. По ревности был гонитель церкви. Но что-то в моей жизни произошло, что перевернуло ее. Это сверхъестественное вмешательство в мою жизнь Бога. И я узнал от него нечто, да, что перевернуло меня. Он лично явился мне на дороге в Дамаск и спросил, Савл, ты чего меня гонишь? И это перевернуло его жизнь. И он имеет это откровение и показывает, что то откровение, которое он имеет, оно истинно и никакого другого откровения не нужно церквям в Галате. этого откровения достаточно. И мы будем говорить о том дальше на протяжении всего послания к Галатам, что он защищает чистоту этого откровения от всяких дополнительных вещей, которые кто-то пытался привнести в то откровение, которое принес Павел. Понятно, да? И мы будем говорить о некоторых конфликтах, которые возникают в среде иудеев после постановления Первого Иерусалимского Собора, которое было посвящено кому? Первый Иерусалимский Собор к чему был посвящен? Между язычниками разногласий никаких не было. Они были язычники. Ничего подобного. Никаких разногласий между верующими из язычников и евреями не было. Еще раз. Да? Братья верующие из евреев поделились на два лагеря. Они решали судьбу верующих из язычников. Язычников никто не спрашивал. И верующих из язычников соответственно тоже никто не спрашивал. Как это ни странно. Понятно, да? На сегодняшний день мы видим абсолютно другую картину. большинство в церкви сегодня составляет верующие из язычников. Аккуратно, пожалуйста, употребляйте слово язычники. Верующие из язычников. Язычники остаются за кадром. Понятно, да? Картина выменяла таким образом. до определенного момента она выглядела вот так. Это были евреи, так? А это были язычники, все остальные. Все было просто. Но читая послание к ефесянам, мы видим некую другую картину. Читая послание к ефесянам вторую главу, мы видим уже другую картину. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Он говорит, итак помните, что вы некогда язычники по плоти. Уже появляются язычники и бывшие. Бывшие язычники. Вы некогда язычники. А теперь вы же перестали своими ими быть. Вы не обрезанные, так называемые обрезанные неплотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чуждо завета, в обетовании, не имели надежды и были безбожниками в мире. Они были отчуждены от чего? От общества израильского. Но теперь у меня вопрос. А они теперь стали своими обществу израильскому? Они стали теперь своими обществу израильскому? Ничего подобного. Корнили оставался кем? Корнили оставался израильским. Были те люди, которые говорили, да он нормальный парень, все хорошо, мы его принимаем. Петр говорит, я понял то, что Бог очистил, чтобы я не почитал нечисток. А были ребята, которые говорили, мы не согласны. А были еще евреи, которые не стали мессианскими евреями. Были евреи, которые приняли Машеха. евреи, а были евреи, которые не приняли. И теперь картинка у нас была вот такая, а теперь что? у нас получается четыре составляющие. Две из которых объединились, понятно, да? Верующие евреи, которые приняли Мессию, и верующие из язычников, которые приняли Мессию. Язычники и евреи, не принявшие Мессию. Эти стали одним, а эти одним никак не стали. Зачастую, зачастую, когда мы читаем послание к Ефесянам, мы имеем в виду евреи, кого? Израиль, это кто? Как мы понимаем это? И еще раз, вы были в то время воскресставлены чужим общества израильского. Общество израильское, это какое общество? Понятно теперь, что не так все просто? Они были отчуждены от общества израильского, на самом деле от этого. Когда они были язычниками, тут написано, что они были отчуждены от общества израильского. Чужды заветов, обетований не имели надежды и были безбожниками в мире. Кому принадлежали заветы? Этим. Кому принадлежат обетования? Этим. От кого они были чужды? От этим. Дальше мы читаем, а теперь вы стали близки. Я говорю, пойдите, зайдите в синагогу, объясните, что вы стали близкими. Что вам скажут? Вы пришли не туда. То есть понятно, что близкими они не стали вот этим, а близкими не стали тем евреям, которые приняли Машеха. Есть разница? когда идет речь об Израиле, этим принадлежат обетования, даже вот этим, им принадлежат обеты, им принадлежат законы, обетования, все им принадлежит. Даже вот этим, которые не приняли, у них никто ничего не забрал. обетов и заветов. Понятно, да? Обетования и заветы по-прежнему принадлежат любому еврею. Знает он о них или не знает? Вошел в них или не вошел? ассимилировавший он еврей или не ассимилировавший он еврей? Ему принадлежит все это по праву его рождения от семени Авраама, Эцхака и Якова. Понятно, да? Но это не значит, что он вошел в него. еще раз. Смотрите. Существует новый завет. Кому он был обещан? Отлично. Все ли евреи, которым это было обещано, вошли в этот завет? Нет. Он им принадлежит? Он им обещан? Они все находятся вновь? Нет. Им нужно в него войти. Это не было обещано вот этим ребятам. Оно было обещано Аврааму, затем Эцхаку, затем Якову. Бог заключал завет с Кен с Авраама, передал его Эцхаку и Якову. Возле горы Синай он заключил завет с народом Израиля и всеми, кто вышел и пришел к этой горе и захотел вступить в этот завет. Это понятно, да? Так, возвращаемся к заветам. завет был он действует до сегодняшнего дня. Завет действует до сегодняшнего дня. Затем был завет Авраама. Он действует до сегодняшнего дня. Действует до сегодняшнего дня. А куда мы знаем? Евреи есть, обрезание. Но обрезание, понимаете, в чем дело? У арабов тоже есть обрезание. В Америке 80% мужского населения делают обрезание. А не в завете? Нет. Мы можем знать о том, что этот завет действует, читая послание Галатов. Чуть-чуть дальше. Дабы обетование Авраама через Иешуа Мессию распространилось на язычникам, чтобы нам принять обещанного духа веры. Принимаем обещанного духа веры. Это обетование, которое было дно Авраама. На базе этого обетования был заключен завет с Авраамом. Понятно, да? Далее мы видим, что на базе этого завета заключается завет Синаи. Он заключается в рамках обетований обетований завета Авраама. Уже с потомками Авраама, которые вышли и теми, кто захотел последовать за ними. Но обещается в рамках этого действия этого завета, обещается, что начнется новое. говорит, наступят дни, когда я заключусь домом Израиля, дом Иуды. Новый заветный, известное место. Но если мы посмотрим, что обещано Моисею, несколько раньше пророчества, о котором мы вспоминали? Второзаконие, 18 глава, 18 стих. Я воздвигну им пророка из среды братьев и их такого, как ты, и вложу слова Мои в уста его, и будут говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тут будет говорить, моим именем, с того я взащет. Он говорит, я воздвигну пророка такого же, как ты. А кто был пророком таким же, как Моше? В чем была исключительность пророчества Моисея, служения Моисея? Мы же говорили, что вы не отвечаете на Моисея. Я понимаю, что ваш декан не в курсе того, о чем нас интересует, понимание студента. Итак, в чем исключительность и уникальность пророчества во служении Моше? Он принес Тору и он вывел народ из рабства Египта. Ешуа приходит, он выводит народ из рабства греха, вводит в царство свое, так, и дает новый закон. Это было обещано когда? Моисея в самом начале, в самом начале действия Синайского договора. Договора. Это понятно? Это понятно, да? Отлично. Далее мы знаем, что Исайя говорит, из Сиона выйдет Тора. Подождите. Наш был адана. Где? На Синай? А он говорит, что из Сиона выйдет Тора и Слово Божье из Иерусалима. Это подтверждает обетование, которое Бог дал Моше? Да. Дальше мы можем уже смотреть то пророчество, что я наступаю дни, я заключу с Домом Израиля, с Домом Угда, Новый Завет. Это подтверждает все звенья одного и того же, что будет Новый Завет по отношению к Завету Сина. И в Новом Завете, когда мы читаем, то мы будем разбирать, что пришло нового. Когда Ишу приходит, читая Нагорную проповедь, он говорит, вы слышали, что написано, а я говорю вам. Что это значит, а я говорю? Ну? Послушайте, скажите мне, пожалуйста, вот такую простую вещь. Я вот вас учу. Да? Я уеду. Товарищ декан выйдет. Вы слышали, что он наговорил? Да? А я говорю вам, делайте вот так. Он сказал, что вам делать? Понятно, да? Он установил для вас нечто новое? Он говорит, я знаю, что он сказал, все отлично, но я говорю, вам делать вот так. Как последний меньше сказать. Понятно, да? Ишу приходит и говорит, а я говорю, он не противопоставляет свое учение, тому учению, которое было. Он выводит его просто на другой уровень. Он говорит, вы слышали, что нужно поступать вот так? Требования были вот такие, а теперь я даю новое требование. Он не говорит, а теперь можете ничего не делать, все нормально. Он говорит, нет, вот такие были требования, теперь стали вот такие. Понятно, да? Здесь все понятно? Есть ли люди на сегодняшний день, которые могут жить в этом завете? Это тот вопрос, который прозвучал. Хорошо. Есть ли люди, которые могут жить в том законе? Да. Я не спрошу, чего нету, что есть. Я спрошу, могут или нет. Уверен? А? Хорошо. Нету. Наверное. Нет. Есть. Есть. Меня интересует да или нет. Евреи как-то живут, но нет. Понятно. Окей. Вспоминаем тему заветы. Вспоминаем тему заветы. Нужно помнить о том, что заветы, они, как правило, основываются на обетованиях. Так? Нет. Намочить. Заветы, они основываются на обетованиях. Нормально, да? И это не все, на чем они основываются, потому что, когда мы смотрим на часть обетования, на часть обетований данных Авраам, что он получает? Он получает некоторые вещи, такие, как обетование народа и земли. помните, да? Народ и земля. Ему было обещано, что от него произойдет великий народ и его потомки будут обладать определенной землей. Если не будет народа или не будет земли, этот завет исполнится? Нет. Нет, понятно. Если убрать любую из составных частей, завет перестанет существовать. когда мы смотрим на Синай, он был заключен прежде всего с конкретным, которого выводили на которого выводили в конкретную землю, да? Дальше ему данный будет запуск. в этот завет были включены как минимум четыре понятия народ, земля, закон и жертва. Понятно, да? Жертва только сейчас не приносит жертвы. А все остальное делают? А вот думают, что живут по закону, это что значит? Они уверены на это. Но правда заключается в том, что они живут по закону или нет? Нет. 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 Наверное нет. А вы можете говорить по очереди? А это все? Одно и хорошо. А еще? Да, но это обетование. Это не часть закона. Хорошо. А была часть закона, которая была привязана к земле? Она есть. Правильно. Часть из них это законы шмиты. Законы юбилейного года. Да? Законы юбилейного года. А скажите, пожалуйста, была часть законов о передаче земли и не выходе земли, принадлежащей одного колена к другому. Это все соблюдается? А был закон о ливератных браках, восстановление семени. Это соблюдается? да. Оказывается, не все, что привязано только непосредственно к храму, не соблюдается. Есть еще ряд вещей, которые не соблюдаются. хуже. Понятно, да? После перерыва мы продолжим. Как всегда на самом интересном месте.